Директором компании, через которую отмывали деньги, выделенные на проект стена, была уборщица. За 500 гривен она оформила доверенность на управление фирмой незнакомцу. Об этом сообщает НАБУ. Напомню, что три компании, якобы занимавшиеся строительством Евровала, использовали для конвертации средств фирму-пустышку Китрейт. После технички руководителем конверт-центра под названием Китрейт стал некий Сергей Сергеенко. Он и оказался тем самым незнакомцем, которому уборщица за полтысячи гривен доверила управление фирмой. По данным следствия, практически за три года через компанию-прокладку обналичили минимум 17 миллионов гривен. Четыре из них руководитель фирмы снял со счета в банке «Глобус». Еще часть денег перевели на три других банковских счета, но уже в Сбербанке. Это то, что уже удалось доказать детективам НАБУ. Однако в бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре уверены, сумма украденных денег значительно больше. Пока по обвинению в краже средств проекта «Стена» предъявлено обвинение семи фигурантам. Они уже арестованы. Антикоррупционеры утверждают, следствие еще продолжается, и это не последние задержания. Напомню, Евровал – стройка века главного фронтовика Арсения Яценюка. Анонсированное им строительство мощных фортификационных сооружений на самом деле оказалось всего лишь обычным рвом. Земляной насыпью со смотровыми вышками, оборудованными камерами наблюдения и металлической сеткой. Впрочем, даже такое ограждение оказалось весьма недешевым. Стоимость проекта оценили в 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов гривен. В этом году собираются зарыть еще полмиллиарда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова